Ну то есть вот такое же колечко сделать или пусть так будет. У кого какое мнение напишите. Так друзья всем привет меня зовут Федор вы находитесь на канале лесная мебель. Сегодня я начинаю изготавливать небольшую партию часов настенных. У меня уже видео часами есть на канале кто не смотрел ссылочка будет в описании посмотрите. Сейчас покажу вам из чего буду делать и какие у меня задумки какие заготовки ну и в процессе изготовления наверно буду маленько комментировать что я делаю и как я делаю кому-то может быть будет это и полезно. Так давайте сейчас покажу вам заготовочки из чего я хочу делать и начнем потихонечку. Задумка у меня такая вот есть такое колесо у меня это я хотел делать люстру но думаю пока не буду. План такой у меня распустить его напополам это колесо вот так вот повдоль то есть на две части и потом каждую часть распустить еще ну напополам вот так вот то есть получится четыре кольца потом наверное наверное скорее всего я сделаю их круглые то есть не восьмигранные как участном есть а края собью чтобы было круглое кольцо просто и потом уже сюда в кольца буду вставлять такие вот спилы у меня успел есть интересно это береза с таким наростом интересным такой вот спил тоже тоже немало интересны после шлифовки и обработки будет я думаю достойно смотреться так но это вот с кольцом планирую двое часов и сделать также есть у меня такая вот заготовочка это по-моему черемуха спил черемухи продольный маленько он такой как сказать гниловатый но текстура интересная очень так дальше у меня есть вот такой вот спил сучок тут тоже гнилой планирую убрать ставить естественно ну выгнившийся сучок как как будто он выпал оттуда оставлю это отверстие ну и форму небольшую придам наверно посмотрим как это у нас по моему тополь стополя кстати с таких вот наростов это на рост был на тополе получается интересные тоже вещи я как-то делал чашу из тополя текстура там такая прям ну интересно красиво получилось кто не смотрел также ссылочку оставлю в описании как я изготавливал чашу так и вот такие вот у меня спилы это березовые спилы тоже уже старые такие они подпревшие маленечко тоже после обработки смотрится блин вообще великолепно толщина провода их маленько большоваты они толстоватый вот пять сантиметров надо где-то сделать на три сантиметра вот такие ну то есть еще выровнять их надо и потом по толщине их сохранять такой спил вот такой вот интересный спил тоже весь на ростах каких-то и вот такой вот спил есть тоже довольно таки интересный так ну для начала сейчас я распущу вот это колесо на циркулярки повдоль сейчас выставлю параллельный упор сколько мне надо тут получается четыре с половиной сантиметра толщина вот на два сантиметра выставлю и распущу как раз меня вот эти заготовки две тоже два сантиметра толщиной будем смотреть что дальше как получается как бы не отработана же технология делаю как выходит процессе изготовления что-то придумываю что-то делаю так ну все выставляю сейчас параллельно упор я и пилим это колесо повдоль на две части так параллельный упор мне довольно таки примитивный то есть это простая вот доска прикрученный к уголку здесь выставляю 2 сантиметра как-то вот так вот здесь у меня фиксируется просто болтами то есть вот такие вот обычные болты все просто беру и прикручиваю циркулярочка старенькая на новую пока средств не хватает приходится как-то так приспосабливаться так на все начинаю пилить а Продолжение следует... Так, пропилы мне не хватает, чтобы пропилить ее насквозь, видите, непропиленная она, придется допиливать ножовкой. Возникла у меня идея тут, если попробовать лобзиком, я думаю получится. Это будет, по крайней мере, быстрее, чем ножовкой. Вот это, кстати, приспособа, которую я сделал, разъемы на электроинструменты. Очень эффективно, как бы, блин, упрощает жизнь, правда. Пользуюсь все сколько, наверное, месяца 3-4, все работает. Также у меня есть ролик, как я это все собирал. Ссылочка оставлю в описании, кто желает, посмотрите. Соединяется все это вот так просто, до упора, и щелчок, все она защелкнулась, никуда не дается. Пожалуйста, все работает. Вот, в принципе, и все. Маленько, конечно, не ровненько, но это не страшно. Это все равно еще будет шлифоваться, все дорабатывается. Вот, получилось два кольца у меня вот таких. Так, ну а дальше надо мне повдоль, вот так вот, то есть на две части еще каждое кольцо распустить. Изготовил я вот такое вот колечко, с фанеры сделал. Шестерка фанеры. Ну, как это, шаблон будет. Сейчас накладываем на мою заготовку, вот эту. Очерчиваю ее вокруг, по наружу получается. Таким образом. Вот, очертил. Сейчас лобзиком отпиливаю наружку. И потом вставляю фрезер, вставляю фрезер в стол и уже по кольцу, получается, обгоняю их обои стороны. Делаю из этого узеньку такое кольцо два сантиметра. Так, здесь надо просверлить мне отверстие, чтобы сунуть пилочку. Все, выпиливаю кольцо. Делаю. ну как-то вот так вот получилось два вот таких колечка доставим заблоне куда смотрим что по краям было небольшой запасик что фреза прошла так можно конечно это все шаблон на двухсторонний скотч но у меня его к сожалению нету поэтому я прикручу просто на шурупы вот так вот сейчас обдуваю маленько все спрашивают чем обдуваешь такой компрессор у меня это от скажите мне краскопульт электрический приспособил как обдувочная просто справляется отлично со своей задачи так дальше чем дальше мы сейчас вставим фрезер для этого надо надо снять вот эту подошву верхнюю фрезера как-то его вот так вот замастрять и сюда один есть так все готово и надо нам поднять максимально получается вверх подымаем как-то надо еще зафиксировать как-то еще надо фиксировать и кнопку так у нас тут получается принципе нормально шаблон по кольцу идет по подшипнику вернее все отлично так теперь фиксирую я кнопочку знаю просто изоленты наверно сейчас я скручу как говорится если не держит изолента надо просто много изоленты и все еще будет держать вот так вот проверим все отлично работает так давайте попробуем что у меня получилось так вот так вот так ну принципе все отлично все прошло теперь надо мне внутреннюю сторону еще по кольцу тут побольше надо будут вот эти вот места ну за несколько раз я думаю уберутся так что сейчас прогоняю внутреннюю сторону вот колечко эти отверстия которые от шурупов остались не страшно то можно принципе за шпаклевать и все их недели не будет видно такое кольцо получилось отлично вот план то видите какой у меня в это кольцо хочу ставить я то есть как-то вот так вот получится такие вот часики интересно уже будет смотреться я думаю вот с этой половинкой я думаю я не буду убирать эти края пусть он останется такой восьмигранный и вставить сюда тоже также вот такую либо может быть вот эту красиво вот эту даже это сюда вставить вот так вот получится такие часики а эту досечку заготовку под часы в этот вставлю как вам такая идея вот так вот будет выглядеть и вот так он будет выглядеть или думаете у кого какое мнение или вот эти часы сделала тоже круглые ну то есть вот такое же колечко сделать или пусть так будет у кого какое мнение напишите так ну а это наверно друзья на сегодня все уже да если весь процесс вот так снимать это очень длинно получится ну то есть видео я лучше давайте сделаю так разделю на несколько частей поэтапно вот это вот сегодня мы собрали вот это сделали опустим завтра завтра мне планы какие остальные спилы наверно надо подогнать то есть по толщине все распилить форму придать какую-то а вы пока мне этим временем напишите по поводу вот этих часов стоит ли оставлять так как есть вот восьмигранный или или же сделать круглые их то бишь как вот эти сегодня все на этом всем пока до новых встреч подписывайтесь на канал следите что будет дальше ну и конечно же жду я от вас комментарии как мне лучше поступить с этими часами всем пока пока